Здравствуйте! На канале Заречной новости с вами Анастасия Подольская. Я и мои коллеги познакомим вас с самыми актуальными событиями из жизни Заречного. И вначале коротко о главном. В Заречном прошла очередная сессия собрания представителей. Депутаты приняли обращение высшие органы госвласти о невозможности лишения Заречного статуса закрытого города. Данный проект еще совершенно в сыром виде не подготовлен, не учитывает мнение горожан, не продуман. В Пензенской области утвержден размер максимальной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях региона. В Заречном родители будут платить по-прежнему. Родительская плата, которая на данный момент утверждена, она составляет 60 рублей. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что красное мясо и колбасные изделия являются причиной возникновения онкологических заболеваний, реакция обывателей и врачей. Раз в неделю, может быть, 40 грамм колбаски можно скушать. Теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном прошла очередная сессия собрания представителей. Депутаты рассмотрели шесть вопросов. Народные избранники своим решением скорректировали бюджет города на 2015 год и плановый период 2016-17 годов. Необходимость изменений вызвана в основном выделением дополнительных субвенций. Заречному на выплату пособий семьям с детьми, на денежные выплаты молодым специалистам образовательных учреждений, на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ветеранам труда и детям-сиротам. В общей сложности доходная часть бюджета увеличивается более чем на 7,5 миллионов рублей. На такую же сумму увеличиваются и расходы. Кроме того, решением сессии приостановлены действия отдельных пунктов ранее принятых решений. Главным вопросом сессии стала инициатива единороссов. Председатель депутатской фракции «Единая Россия» собрания представителей Анатолий Карпенко и группа депутатов обратились к коллегам с предложением принять обращение высшие органы государственной власти о невозможности лишения заречного статуса закрытого города. Учитывая мнение большинства горожан и выражая свое собственное мнение, группа депутатов вышла сегодня на сессию и собрание представителей с тем, чтобы подготовить решение и обратиться с ним в правительство Российской Федерации Медведеву, выполномоченным представителем по Павловскому федеральному округу Бабичеву, губернатору Пенской области Белозерцеву и в госкорпорации «Росатом» Кириенко о несогласии с данным проектом указа президента и выразить свое мнение тем, что данный проект еще совершенно в сыром виде не подготовлен, не учитывает мнение горожан, не продуман, и в те временные сроки, которые предлагаются с 1 мая, категорически принять быть не может. А мнение горожан на сегодняшний день таково. 1191 из 1418 участников голосования на портале «Город Зет» высказались против открытия «Заречного». 94% голосов против упразднения «Зато Заречный» подано на данный момент на федеральном портале проектов нормативных актов. Пензенское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» возглавил Валерий Лидин. Такое решение принял Генеральный совет партии. Ранее полномочий секретаря регионального отделения «Единой России» исполнял Иван Белозерцев. Однако накануне он написал заявление с просьбой освободить его от должности в связи с избранием губернатором Пензенской области. Президиум Генсовета «Единой России» приостановил его полномочия как секретаря регионального отделения партии и принял решение возложить полномочий секретаря на Валерия Лидина. Четверть зареченских налогоплательщиков не расплатилась государством в установленный законом срок. Заплатить имущественные налоги необходимо было до 1 октября. О том, как сотрудники налоговой службы будут бороться с должниками и что грозит тем, кто не торопится платить по счетам, мы поговорим с начальником инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Заречному Александром Ганином. Это будет сразу после основного информационного блока. А пока продолжим. В Пензенской области утвержден размер максимальной родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях региона. Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности губернатора Валерий Савин. Ознакомиться с ним можно на портале областного правительства. Для Заречного максимальная планка родительской платы установлена в 97,5 рублей. Означает ли это, что зареченцы будут больше платить за детский сад? Разбиралась Наталья Елистратова. Родительская плата за детский сад в Заречном пока повышаться не будет. На днях одно из информагентств Пенза распространило информацию о том, что посещение ребенком дошкольного учреждения в нашем городе будет стоить 97,50 рублей в день. В Пензенской области утвержден максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. Теперь содержание ребенка в детсаде будет обходиться родителям в Пензе в 85, в Заречном 97, а в Кузнецке 90 рублей в день. Если верить интернет-сайту, зареченские детсады самые дорогие в области. На самом деле это не так. Максимальный размер родительской платы и стоимость посещения дошкольного учреждения – это разные вещи. Постановлением правительства Пензенской области утвердили максимальный размер родительской платы. Обращаю внимание на то, что в городе Заречном данный максимальный размер составляет в настоящее время 97,50 рублей. Родительская плата, которая на данный момент утверждена, она составляет 60 рублей. Это только часть затрат, которые несет родитель за присмотр и уход его ребеночка в дошкольной образовательной организации. Оставшуюся часть затрат компенсирует город Заречный. В Пензе родители платят 65 рублей за один день пребывания ребенка в детском саду. Как нас заверили в городском департаменте образования, стоимость посещения ребенком дошкольного учреждения в Заречном останется на прежнем уровне. Повышение не предвидится. Мы по-прежнему будем платить как минимум на 5 рублей меньше, чем в областном центре. Разница между реальной стоимостью пребывания детей в садике и родительским взносом оплачивается из городского бюджета. Давай мне покажи, как ты кушаешь. Кто это кушает? Наталья Елистратов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Определились полуфиналисты конкурсов воспитателей и учителей проекта «Школа Росатома». На участие в программе в текущем учебном году подали заявки 109 педагогов дошкольных учреждений. По итогам заочного этапа в число полуфиналистов вошли 30 воспитателей из 14 городов-участников проекта. Среди них три представителя «Заречного» – Татьяна Кудрявцева из детского сада номер 16, Татьяна Лукьянова – представитель 18 детсада и Светлана Филаткина из детского сада номер 19. 26 и 27 октября они провели дистанционные занятия. Полуфиналистами конкурса учителей из 185 участников заочного этапа стали 40 преподавателей. Среди них зареченцы Светлана Бурлакова и Елена Пеплова из гимназии «Дидакт» номер 216, а также Анастасия Редько из школы номер 226. 28 и 29 октября им также предстоит провести дистанционные занятия, после чего на сайте проекта «Школа Росатома» начнется голосование. Оно продлится с 20 часов 29 октября до 20 часов 30 октября. Голосуем за наших педагогов. Ситуация на дорогах в ближайшие дни может осложниться. Синоптики прогнозируют снег с дождем и образование гололедицы. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность и не пользоваться личным автотранспортом без острой необходимости. Ожидается обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. В связи с этим хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, соблюдать дистанцию до впереди движущего транспортного средства, скоростной режим, также быть внимательным при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Невнимательность пешеходов стала причиной очередного дорожно-транспортного происшествия. Вечером 28 октября на улице Комсомольской напротив Юбилейного женщина попала под автомобиль. По предварительной версии сотрудников ГИБДД она перебегала дорогу от остановки общественного транспорта у магазина «Магнит» на противоположную сторону и оказалась под колесами легковушки. Водитель автомашины ВАЗ-2199 допустил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход госпитализирован в медико-санитарную часть города Заречного. Буквально в полутора десятках метров по обе стороны от места, где женщина попала под колеса, оборудованы пешеходные переходы. Пострадавшая пренебрегла правилами и в результате оказалась в больнице с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Дачный сезон в Заречном заканчивается 2 ноября. Муниципальное предприятие «Автотранс» приняло решение отменить дачные маршруты из-за похолодания и снижения пассажиропотока, так что ближайшие выходные станут последними дачными днями. Садоводческий сезон в Заречном стартовал 1 мая. За полгода дачные автобусы сделали 12 тысяч рейсов, перевезли полмиллиона пассажиров. Это немного меньше, чем в прошлом году. Снижение пассажиропотока связано в первую очередь с отменой нерентабельных межмуниципальных рейсов от Заречного до Степановки, Бокшевки и Лопуховки. В 2015 году руководство «Автотранса» провело ряд изменений, чтобы организовать движение по дачным маршрутам оптимальным образом. Разнос по дням недели графиков движения по разным направлениям. Это позволило нам выполнять рейсы и в Пензу, и на дачные маршруты, но без снятия автобусов, например, с Пензы. Второе – это мы сделали впервые кольцевой маршрут по городу для доставки пассажиров к начальному и конечному пункту, то есть к 6 КПП. Это тоже позволило нам сэкономить большую сумму денег. Мы организовали впервые на 6 КПП диспетчерский пункт для контроля и корректировки маршрутов и для информирования пассажиров. Там есть специальная доска, объявление. 4 ноября вся страна отметит День народного единства. В преддверии праздника ребята из 225-й школы приняли участие в тематическом фестивале. На протяжении двух дней школьники исполняли песни и танцы народов стран СНГ. Всего представили 16 номеров. Национальный колорит в исполнении юных зареченцев оценила Ксения Тризна. Русские, грузины, татары, мордва, белорусы, представители 16 народов России и стран СНГ собрались в актовом зале школы номер 225. Накануне Дня народного единства здесь состоялся фестиваль национальной культуры. Ребята исполнили танцы различных народов. Вот такие калмыки получились у учеников начальной школы. Костюмы для выступления создавались своими силами. Например, национальные головные уборы ребята мастерили на уроках труда, а потом разучивали движение танца. Мы готовили его на переменах и взяли две или одну. Там движений сложных нету, там практически одно и то же. Такой фестиваль в 225-й школе проводят уже в третий раз. По традиции он длится два дня. В первой участники исполняют национальные песни, второй посвящают танцу. Какая национальная культура кому достанется, решает случай. Мы представляем армянскую национальность, номинация «Танец». Понятно. Почему именно армянский танец выбрали? По жеребью у нас ходили, дергали жеребья. В процессе подготовки к фестивалю дети узнали много нового о народах, которые населяют нашу огромную страну. Чтобы поставить танец и сделать костюмы, им пришлось искать информацию в различных источниках. Мы в интернете нашли видео, и у одной девочки мама умеет шить. Шила нам костюмы. Эти дети не только нашли костюмы и подготовили танец, они познакомились с культурным и историческим наследием различных народов и тем самым помогли сохранить его. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Всемирная организация здравоохранения назвала переработанное мясо причиной возникновения рака. По мнению здравоохранителей, мясо, которое было подвергнуто обработке для увеличения срока хранения или изменения вкуса повышает риск возникновения онкологических заболеваний на 18%. Кроме того, специалисты заявляют, что красное мясо, вероятно, является канцерогенным и также становится одной из причин развития онкозаболевания у людей. Мнение зареченских медиков по этому поводу в нашем следующем репортаже. Много мяса в рационе – это верный путь в могилу. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации охраны здоровья. Жареное, копченое мясо, колбасу и сосиски, а также полуфабрикаты, они приравняли к той же наивысшей категории канцерогенности, что и, например, алкоголь или плутоний. Да, это мясо всех животных. Речь идет о красном мясе. Это мясо всех животных, то есть говядина, свинина, конина, баранина, как говорится, все эти виды мяса отнесены к канцерогенам. Это вот такой фактор окружающей среды, который, воздействуя на наш генетический аппарат, может сбить его, как говорится, с нормального ритма работы, и он пропустит раковую клетку. Если верить диетологу, то потенциальную угрозу представляет даже сравнительно небольшая порция мяса. Кусок шашлыка, колбаса, ветчина или несколько сосисок могут вызвать рак кишечника. Правда, если питаться ими каждый день. Хотя и врачи, и ученые не отрицают, что мясо становится ядом для организма только после приготовления. Колбаса грешит добавками. Препарат нитрит натрия, который добавляют в мясные консервы, в колбасные изделия, замачивают в этом препарате мясо. Для чего? Для того, чтобы оно, когда прошло термическую обработку, оставалось розовым. Но, по словам диетолога, и нитрит натрия не так страшен, как его молюют. Этот препарат может навредить только, если производитель нарушит технологический процесс переработки сырья. Или мы будем есть колбасу килограммами и каждый день. Побаловаться можно, но раз в месяц, еще лучше на праздник, вы когда-то там скушали немножко, чтобы утолить, как говорится, свои эстетические. Но это не продукт питания. Раз в неделю, может быть, 40 грамм колбаски и можно скушать. Но, как оказалось, зареченцев канцерогенами в колбасе и мясных полуфабрикатах не напугаешь. Горожане знают, что прячется в красивой упаковке мясных деликатесов. Как часто вы покупаете сосиски, колбасу, полуфабрикат? Очень редко. Почему? Ну, потому что там мяса нет. А насчет пользы не думали о том, что полезно, не полезно? Не полезно. Почему? Ну, потому что там ничего нету полезного. Красители и всякие там эмульгаторы. Я вообще это ничего не ем. А почему? Ну, потому что сейчас идет некачественно и повышается холестерин. А у меня такой возраст, что уже нельзя холестерин повышать. Не часто. Почему? Ну, я не сомневаюсь в качестве данного товара. И все же быть или не быть мясу и колбасе на нашем столе – вопрос неоднозначный. Говядина, свинина, баранина содержат в своем составе белок, а он, в свою очередь, является строительным материалом для нашего организма. К тому же и сами ученые считают, если раз в неделю съедать кусок жареного мяса или курицы-гриль, ничего страшного не произойдет. В остальные дни на столе должны быть вареные или тушеные продукты. А уж если без жареного мяса или колбасы не обойтись, то заедайте их продуктами, которые делают ваше меню наименее вредным. Успешно борются с канцерогенами капуста, свежая зелень, цитрусовые и зеленый чай. Наталья Елистатова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а сразу после нее ждем в нашей студии гостя. Оставайтесь с нами. Акция «Фонд жилья и ипотеки Заречного» предлагает квартиры со скидкой от 7 до 10% до 7 ноября 2015 года. Просторные и комфортные квартиры с прекрасным видом на Заречный и Пензу, 16-этажном доме на перекрестке улиц Ленина и Зеленой. ФЖИ предоставляет своим покупателям ипотечные займы, а для работников ПО «Старт» и семей с двумя детьми действует программа социальной ипотеки от 9,9% годовых. Телефоны 611-812 и 611-814. ФЖИ. Надежность, стабильность, качество. Проектные декларации размещены на сайте www.zfgi.ru Газ и газопотребляющее оборудование являются объектами повышенной опасности. Своевременный надзор за состоянием газовых плит, котлов и газопроводящих коммуникаций в квартире поможет избежать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому собственникам жилья необходимо заключить договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Для этого достаточно обратиться в Горгаз, предоставив копию паспорта и документ о праве собственности на жилье, или сделать заявку по телефону 23 13 23 для заключения договора на дому. После заключения договора мастера Горгаза произведут технический осмотр газового оборудования. Отсутствие договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования является основанием для приостановления подачи газа в соответствии с пунктом 45 в постановлении правительства Российской Федерации номер 549 от 21 июля 2008 года и пунктом 80 в постановлении правительства Российской Федерации номер 410 от 14 мая 2013 года. Подробную информацию вы можете найти на сайте ОАО «Горгаз» города Заречного. Справки по телефону 23 13 13. Занимайте деньги суммом 003. Скорая финансовая помощь – это выгодные условия, низкие процентные ставки, льготы для пенсионеров, досрочное погашение и пересчет процентов 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улица Строителей, 11А, бывший магазин «Рябинушка». Программа «Страна Росатом» – новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. А мы продолжаем наш выпуск. У нас в гостях начальник инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Александр Ганин. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вот 1 числа, 1 октября подошел к концу срок уплаты имущественных налогов. И каковы итоги этой налоговой кампании? Что мы можем сказать? Да, действительно, у нас 1 октября закончился срок уплаты имущественных налогов за 2014 год. То есть те налоги, которые должны были заплатить наши налогоплательщики по налоговым уведомлениям, которые ранее были высланы. Соответственно, на секущий момент у нас не все оплатили, есть должники, порядка 25% граждан, которые по тем или иным причинам не внесли в установленный срок положенные платежи. Мы сейчас уже составили списки таких должников и направили им через Центр обработки данных Нижнего Новгорода требования об уплате вот этих налогов. То есть в ближайшее время такие должники получат требования с Нижнего Новгорода, так же, как они получали налоговое уведомление, где будет указано, какие налоги, задолженности, пенни они должны будут погасить. Действительно, у нас традиционно, как бы мы знаем, что периодически возникают эти должники, которые не оплачут в силу разных причин. Кто-то забыл, кто-то, может быть, даже и не знает о том, что он должен платить или не получил налоговое уведомление или еще по каким-то причинам, но в любом случае с этих должников мы будем взыскивать этот налог в принудительном порядке. Александр Геннадьевич, а вот скажите, пожалуйста, как может гражданин проверить, есть ли у него какая-то налоговая задолженность или нет у него никакой задолженности? Нужно ли ему паниковать или еще пока рано? Ну, действительно, есть очень простой вариант, как можно проверить наличие задолженности. Те налогоплательщики, которые имеют доступ к интернет-ресурсам и, соответственно, к сайту Федеральной налоговой службы, можно на этом сайте посмотреть свою задолженность по всем налогам. Для этого нужно просто зайти, завести свой ИНН и выдаст информацию. И причем там же через этот сайт можно оплатить эти налоги и задолженность, используя электронные кошельки или банковские карты. В общем, сложности никакой нет. Те, у кого нет такой возможности получить эту информацию, они могут подойти в налоговую инспекцию по месту своего жительства, мы также ждем их у нас, могут получить необходимые документы для оплаты и сразу же оплатить в банковских учреждениях вот эту задолженность. То есть, независимо от того, ждать ли это требование или от каких-то дальнейших наших действий, если человек знает, что он не оплатил, то нужно желательно, конечно, в ближайшее время эту задолженность погасить. Вопрос касается, если конкретной суммы налога, то это можно узнать у нас. А тем, кто не оплатил налог, куда идти, что делать, какие документы при себе иметь для того, чтобы как можно скорее отделаться, сбросить этот камень из души? Понятно. Дело в том, что если человек даже после того, как будет проинформирован об задолженности, не оплатит налог, то в любом случае он не останется без нашего внимания. То есть, мы начнем с этого гражданина, с этого должника, так называемое принудительное взыскание. То есть, в первую очередь мы ему направим требования, по истечении которого, если он не выполнит, мы начнем собирать пакет документов и обращаться в суд для того, чтобы суд вынес решение о взыскании этой задолженности уже с учетом пени, судебных издержек, госпошлины. И после этого, получив судебное решение, мы уже будем обращаться в службу судебных приставов для того, чтобы они принудительно взыскали или наложили арест на имущество, или взыскали за счет доходов и так далее. Причем, у нас в этом году активизировалась практика, когда мы с достаточно крупных должников, мы обращаемся к приставам для заявлений об ограничении выезда за территорию Российской Федерации. Причем, достаточно много таких заявлений было подано к приставам. И я знаю, что на основании наших заявлений приставы выносили такие решения и ограничивали выезд. То есть, это достаточно эффективная такая мера. И мы эту практику будем продолжать. И, естественно, также мы, направляя информацию приставам для взыскания, мы сообщаем все известные нам источники доходов, наличие имущества для того, чтобы ускорить процесс обращения взыскания на эту задолженность. Александр Геннадьевич, а вот Вы говорили о том, что около 25% граждан не оплатили налоги, то есть, это должники. Можно ли назвать какие-то конкретные цифры, то есть, сколько это человек? Понятно. Дело в том, что вот у нас отчетность по налоговой задолженности мы составляем на первое число каждого месяца. Вот на 1 ноября у нас будет реальная сумма задолженности, которую мы имеем на эту дату. И, соответственно, мы тогда подготовим отчет по количеству должников, кто у нас является крупнейшими должниками, какая сумма задолженности и так далее, насколько потерял бюджет, не получив вот эти... Причем этот в основном бюджет местный, налог на имущество поступает в местный бюджет, транспортный налог поступает в региональный бюджет, и от этого страдают именно эти бюджеты. И, соответственно, мы тогда уже где-то после 10 ноября мы, соответственно, дадим более такую развернутую информацию и конкретно уже, скажем, вот в отношении количества должников и суммы задолженности. А есть ли какие-то категории граждан, которые могут рассчитывать на налоговые льготы? Да, в принципе, у нас категории граждан, которые ранее пользовались налоговыми льготами по имуществам налогом, они у нас не изменились. То есть остались также и пенсионеры, и инвалиды. Единственное, что поменялся порядок, начиная с этого года, по предоставлению такой льготы. Если мы говорим о налоге на имущество физических лиц, это налог на квартиры, на гаражи, на дома, то здесь изменения достаточно существенные, они касаются следующего. Если ранее льготник пользовался, скажем так, льготой по всем объектам, независимо от количества, которые у него находились в собственности, то начиная с этого года льгота будет предоставляться только по одному объекту по выбору самого налогоплательщика. То есть, если, допустим, у гражданина в собственности находится квартира, гараж, какой-то жилой дом, то льгота будет предоставлена только по одному из этих объектов, либо по жилому дому, либо по гаражу, либо по квартире. По какому конкретному объекту налогоплательщик определяет сам. Для этого ему нужно представить соответствующий налоговый орган, где располагается данное имущество, если, допустим, на территории города Заречного, то, естественно, к нам, до 1 ноября текущего года подать соответствующее заявление, где указать, по какому объекту должна быть предоставлена льгота. Это заявление мы обработаем, потому что уже в начале следующего года мы начнем процедуру начисления налоговых платежей и, соответственно, льгота должна быть заявлена заранее. Те граждане, имеющие льготы, если по какой-то причине нам такое заявление не подадут, то законом это предусмотрено, что налоговый орган самостоятельно выберет объект, по которому будет предоставлена льгота, имеющая наибольшую кадастровую оценку. То есть мы говорим, что мы сами можем предоставить льготы по максимальной сумме налога, которую должен оплатить. Поэтому здесь ничего страшного нет, но желательно, конечно, все-таки вот это право использовать самому, то есть и соответствующее заявление подать. Форма заявления, она утверждена, можно подать нам и в электронном виде, используя форму, которая размещена на сайте Федеральной налоговой службы и по электронной почте. А можно подойти и написать собственноручно бланки, и заявление будет предоставлено. Александр Геннадьевич, а вот если вдруг произошла такая ситуация, что гражданин получил налоговое уведомление, и у него возникли вопросы по сумме начисленного налога, и он вдруг считает, что там какая-то ошибка или еще что-то такое, что ему делать, какие документы брать и куда идти? Значит, здесь после получения налогового уведомления, если он считает, что либо какой-то объект не указан, либо наоборот там указан излишний объект, по которому начислен налог, для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию, причем к каждому единому налоговому уведомлению, которому получает на руки, приложен такой вот образец заявления. Причем этот же образец можно заполнить вручную, нам направить любым способом, можно почтой, можно прийти, значит, просто в налоговую инспекцию, можно по электронной почте это все направить, то есть в электронном виде. Те налогоплательщики, которые используют личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, там еще проще, там просто выбирается объект, по которому есть вопросы, пишется комментарий, и у нас автоматически это заявление попадает к нам в налоговую инспекцию, мы на него отвечаем, рассматриваем установленные сроки. Поэтому здесь, как бы вопросов у нас не возникает, единственное, что те граждане, которые считают, что там неправильно начислен налог в зависимости от доли или там даты владения. Желательно, конечно, если есть возможность, приложить к таким заявлениям копию документов, подтверждающих данные обстоятельства. Конечно, если такие документы не будут приложены, мы самостоятельно запросим регистрирующие органы, выясним все эти вопросы, и, соответственно, скажем, либо да, там нужно делать перерасчет, либо, извините, там перерасчета не будет. Но желательно, конечно, чтобы такие документы были, ускорить вот этот процесс обработки, чтобы они были приложены к заявлению. Александр Геннадьевич, я благодарю вас за то, что вы очень исчерпывающе ответили на все мои вопросы. Желаю вам удачи в вашей работе. Приходите к нам еще. Спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Подольская. Желаю вам всего доброго. До встречи на канале Заречный. Субтитры сделал DimaTorzok